Битар 671 на связи. Продолжаю показывать вам игры, которые идут на моём Pentium 3. Windows 2256 МБ оперативы, 600 МГц, частота процессора. Запускаем игру Америка. Стратежка. Стратежка. Здесь у нас парень индейской внешности. Давайте начнём-ка. Одиночную кампанию. Я уже тут первого игрока создал. Значит, выберем кампанию индейцев. Начать. И здесь какой-то видеоролик начался. Мы успели его, к счастью, пропустить. Так, что у нас дальше? Дальше у нас E. Нечто похожее на Edge of Empires. Так, что-то я не могу двигать экран вправо. Нет, вправо. Не вправо, не влево. Смотрите. Всё зависло. Сиус Анти. Говорит, что-то там... Короче, не успел дочитать. Там какая-то баба или парень с именем Сиус Анти. Вау. Видите, реально похоже на Edge of Empires. Вот это графончик. Вы это видите? Вы это видите? Неужто создатели Edge of Empires сделали втайне эту игру? Или кто-то решил просто сделать нечто похожее? Потому что реально похоже на Edge of Empires. Правда, только здание чуть более крупное, что ли. Так, подсказка. Управляйте, вас ждём отдельно и убедитесь в том, что он не лезет в бой. Сбегайте в форт Ридли на юге. Что это такое? Непонятно. Значит, пойдём куда-то. Так, могу ли что-нибудь здесь сделать? С этими вигвамами? Не, не могу ничего сделать. Прикиньте, я не могу нанять людей там. Ну ладно, пошли пешком. Пошли этих пиндосов прогонять, короче, с нашей родной земли. С нашей индейской земли. Так. Ну что у нас? Шишка какая-то. Собрать её нельзя. Я думаю, что уже можно перекусить тут. Или знаете, как в Edge of Empires бывают кусты с этим... с каким-то виноградом или с чем-то. Что там растёт в этих кустах? Виноград или кусты с этим... с этим... с волчьей ягодой, да? Они там, короче, наедятся и потом вообще кайфуют. Кайфуют. Вот. Что тут? Не могу понять, как мы можем перейти на другую сторону. Вот этот валун. Смотрите, какой многополигональный валун. Реально качественно сделали. Для 99-го года или какой-то год. Так, давайте-ка опустим их вниз. Ну, то есть не в прямом смысле опустим, а опустим их, имею в виду, по карте, вы поняли. Да? Так, где у нас переход на другую сторону? Потому что наша задача какая? Куда-то там попасть. Но что-то я не вижу менюшки, где, типа, ваше задание там сделать то-то, то-то. Да, видимо. Видимо, это не как в Age of Empires. Или нет, может, тут отдельно отдельно кнопка есть какая-то, типа, вызвать вызвать меню. Да? Так-такс, идём-идём с ребятами через реку. С индейскими ребятами. Ауевсим, да? Короче, где... Где у нас тут-то... Тут поворот. Во, какой-то мужик, смотрите, идёт. Давайте ёбнем ему, короче. На, мужик. И снимем с него кожу. Потом сделаем мешки для переноса воды, короче. Так, чё-то такое. Универмаг. Это называется универмаг у них. Вот, смотрите. Универмаг. Вот это универмаг. 19... Ой, никакой 19... 13-го века или такого там, 15-го века. Уничтожили мы универмаг. Вместе с ним какого-то мужика, который был из универмага. Ну, надо было... Надо было не быть этим потреблядью, так сказать, да? А он... А он пошёл закупаться, и вот всё. Кирдык ему. Так, ещё один универмаг, да? Да, действительно, тоже так же называется универмаг. Пятёрочка, наверное, местная какая-то. Побыстрее надо уничтожить это, а то мало ли там сейчас кто-нибудь спиздит на кассе. На кассе, сука, мой оплаченный товар, как у меня было когда-то. Помню, как мне кассирша спиздила апельсины. Я даже не знал, что такое бывает, что есть люди, которые способны, сука, спиздить апельсины, пробить их, самое главное, и спиздить. То есть, понятное дело, что там кто-то был в деле, типа там, типа ты пиздишь всю пачку апельсинов, а мне даёшь там одну треть от апельсинов. О, Господи, как сделано. Это не то, что, не знаю, в Stronghold Crusader ты убиваешь человека, я имею в виду, на лошади, да? И, короче, лошадь тоже дохнет. А здесь, здесь лошадь ещё и моей становится. Ну, нифига себе, смотрите, я могу лошадью управлять. Мы её захватили, ништецк. Так, а то лошадь убежала. Так, сейчас, секунду, секунду, давай, 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 прыгай. Так, что случилось? Что случилось? Я победил, да? Я молодец, я молодец. Ладно, всё, ребятки, мы прошли первую миссию за индейцев. Выходим из игры, показываю вам следующую, следующую ламповую игру. Это у нас Star Wars Galactic Battlegrounds Clone Wars. Так, закроем экран. Вдруг там видосики будут, видосики, видосики мы пропускаем обязательно, а то, а то будет плохо. Так, всё пропустили, вот она, вот она, игра моей мечты. Star Wars, так, обучение, где она, база данных? Ну, я не знаю, что выбрать. Одиночная игра, наверное. Компания эпизодов 1, 4. Так. Атичиткук. Атичиткутк. Кук какой-то. Что у нас? Перемещение атака сборить. Ну, это я всё знаю, я тут что-то делал. Я, кажется, проходил давно-недавно, столь лет назад, тогда сразу на вторую миссию. Вернее, вторая компания. Это кто у нас? За дроидов, что ли, я играю? Вот этих плохих парней. Плохие парни. Давайте попробуем. Посмотрим, что там. Так, наша механизированная армия готова к нападению, но мы не можем позволить, чтобы эти новости достигли Корусканта. Корусант, мне казалось, там был Бискэ. Вы будете командовать небольшим отрядом недалеко от Тида, уничтожившись в средствах коммуникации нового Центрифа, Виса и Парлея. О, мы играем за тёмную сторону. Вот это корабль. Тут прорисованный он, офигеть. Ну чё, покатили, покатили. Уничтожать. Кого-то там. Игра медленно идёт. Вот это реально печально. То есть я имею в виду медленно, в плане того, что скорость игры очень медленная. Нельзя взять, как в Strongholding Crusader и увеличить это, или как в Tropica, да? В несколько раз, чтобы всё прям летело. Вот, смотрите, какие-то лазерами стреляют. Вау! Вот это ништекс. Чё они какие-то аморфные? Не атакуют даже. Ну чё, пошлите, пошлите ломать это. Главный вход. Пытаемся пробраться внутрь. Посмотрим, что там у вас. Вау! Европейский стиль, смотрите, зданий. Европейский стиль. Какие-то квадратики, квадратики и непонятные входы. Вот так будет всё выглядеть, видимо, в будущем. Квадратики, квадратики. Так, и тут у нас стоит, видимо, какая-то гильдия инженеров. Ну всё, вы огребаете. Нет, сначала надо уничтожить, наверное, народ обычный, да? Этих белых, светлых джедаев. Этих-этих, как его, демократов, да? Или демократы, кто они там, демократы или либералы. Уничтожаем их, да? Можно сказать, запыню! Запыню, единственного вождя в этой вселенной. Так, что тут-то? Вот это, конечно, вот это уныние, когда ты там полчаса разбиваешь, разбиваешь эти, вернее, ломаешь здания. Так, дроид какой-то. Нифига себе, у них дроиды. У них дроиды там что-то добывают. Нет, вы видите, да? Какой-то на гусаке прибежал к нам какой-то челик. Надо его тоже снести. Уничтожай этого гусака. Робот. Уничтожай гусака. Так, сколько там жизни осталось у этого? Новый центриф. А, это главная же миссия, да, у нас этот центриф уничтожить. Опять гусаки прибежали. Давайте, давайте, пацаны. Сантре, запыню. Так, сколько там осталось хелсов? 293, 270. Еще долго они будут уничтожать, но это, конечно, уныние. Уныние, ребятки. Ломать. Это все. Казалось бы, ты вроде что-то уже поджег. Что еще делать-то? Может, какую-то взрывчатку-то кинуть, там, еще что-нибудь. Что за фигня? Почему мы что-то уничтожили? Там дальше что у нас? Новый центриф. И еще что-то там у нас. Торговая федерация. Так, нам нужно уничтожить центриф, а не заборы. Цель находится слишком близко для атаки. Вы выполнили миссию или нет? А, еще один центрифт тут остался какой-то. Давайте. Давайте его вынесем тоже, ребята. Кубик остался. Что за кубик? Это стена. Они стену пытаются рушить. Так, сломаем это передающее устройство. Уничтожаем вражину. Забыл, какой-то блогер был. Вообще говорит как-то странно. А, Олес, Олес, Элис. Элис, во! Он говорит постоянно слово вражина. Уничтожаем этого вражину. Чтобы он не передал данные. На этот, как его? На корусант. Корускант. Какой был? Корускант. Последняя эта штука. Это что? Такое. Тоже какой-то центрифт. Наверное, финальный центрифт. Представляете, не понял, что такое новое... Это, оказывается, не название здания, которое нужно уничтожить. Это королевство так называется, центрифт. Ай, бля, я перепутал все. Я думал... Я думал, что... Мы уничтожаем какие-то здания, которые называются центральный центрифт. Центральный новый центрифт. Оказывается, нет. Мы делаем что-то странное. Ладно, все, давайте я сохранюсь. Мне надоело уже... Я не знаю, как мы в детстве в это играли, во все. Тратили свое время на это, да? Свое драгоценное время, да? На вот это вот... Короче, сейчас бы я, наверное, не смог уже. Так, какая-то... Какие-то титры. Как тут выйти? Альдов 4. А, вот, покинуть игру сверх кнопкой есть, что я делаю. Покинуть игру слишком... Так, игру я так и не покинул. Так, что еще вам показать? Что еще вам показать? Значит, Star Wars были. О, Vampire. Masquerade Redemption. Я думал, сейчас же Massacre там написано, да? Оказывается, это Masquerade. Маскарад, видимо, вампирский. Так. Закрою пальцами экран, чтобы там это... Ничего не прилетело. Вот, вампиры. Один игрок. Я уже играл. Автосохранение Серебряные Рудники. Оно само сохраняется. Вот это реальная игра. Правда, управление просто дикое. Видите, челик у нас тоже, челик. Такое слово додическое. Челик. Челик. Короче, он... Он, короче, бегать умеет, да? Что-то на деле ходит. Зачем ты пошел в данжен, если ты еле ходишь, если ты еле двигаешься? Так, я, короче, походу, пришел в тупик. Здесь нужно развернуть камеру. Средняя кнопка не позволяет мне это сделать. Так, сейчас надо зафиксировать камеру. И вот это неудобное управление с помощью кнопки X. А, тут еще не только с помощью кнопки X. Во, как тут еще можно. Ну, ни хера себе. Тут для меня открылось. Можно, кажется, не только кнопку X нажимать, но еще и... А тогда это не работало. Я нажимал, что-то случилось, видимо. Видимо, что-то случилось. Так, куда надо идти мне? Городам Бонн опять я возвращаюсь. Вот здесь уже, видите, видно этого челика. Моего челика. Опять вернусь туда, потому что я не понял, как я зашел туда. Как вы... Так, подождите, где у нас яркость? Потому что вообще непонятно, что-то происходит. Видимо... Видимо... На максимум поставил, но ничего не изменилось, походу. Так, ну пошли. Пошли, челик. Челик. Я опять потерялся. Вон, что-то синее там горит. Вон туда нам надо. В синюю-то. Запах свежевырытой земли смешивается с омерзительным зловонием смерти. Ну что, значит, нам туда надо. Как нам туда спуститься? Ты можешь прыгать или нет? Не, он прыгать не умеет. Это тебе не Tomb Raider, который постоянно... Как это, Лара Крофт, да? Tomb Raider, которая там, это... Расхитительница... Расхитительница гробниц, которая постоянно прыгает. Ей нужно прыгать постоянно. Не может стоять на месте. Так, опять я в тупике. Я ненавижу такие темные игры, потому что там вообще ничего не понятно, где что происходит. Ну реально, ну как это... Во, какая-то дверь тут. Вернемся к этой двери. Нет, она забита гвоздями. Короче, я не знаю, что здесь делать, мне уже бесит она, я не могу. Как в это играть? Особенно меня бесит, потому что она темная, настолько темная, что непонятно куда идти. Ты тупо в стену так вот упираешься, как сейчас я, да, и не понимаешь, что дальше, куда дальше. Куда здесь, вот сейчас, куда мне, куда, куда? Куда? Он ведь не прыгает, он не лара-крофт. В общем, замечательная игра, ребята. Только надо бы ее посветлее. Замечательная, просто классная игра. У меня же выбесило, не могу. Короче, все, выхожу из этой игры. Выход. Вот. Вот вам ее в Empire Masquerade. На этом все, с вами был я, обитатший 7.1, поэт, философ, музыкант. Спасибо за внимание, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok